За год они соскучились по большой сцене. Ситуация с коронавирусом затмила их 35-летний юбилей и даже сорвала традиционный новогодний концерт. Но этот момент все же наступил. 21 января на сцене районного дома культуры имени Невельского ансамбль скрипачей детской школы искусств города Невельска выступил с музыкальным представлением «Круэлла. Симфония от кутюр». Вся работа по подготовке концерта легла на плечи преподавателя и воспитанников отделения. Преподаватель пишет партитуры, мы их учим. Как только выучены партии, выучены все песни, начинается подготовка декораций. Мы начинаем делать декорации сами. То есть, ну, может что-то там закажем, но обычно все, что вырезается, все, что клеится, все, что шьется, мы помогаем Викторе Станиславовне, ну и так же мы это делаем. Костюмы мы готовили, сами почти шили все. Викторе Станиславовне закупала материалы. Плащи мы делали на «Круэллу» сами. Почти два часа представления погрузили зрителей в атмосферу вокруг Домомод. А между паузами сюжета звучит живая музыка классических произведений и кавер-версии известных хитов. В их исполнении был задействован весь состав ансамбля, от самых маленьких до старших. И даже бывшие выпускники принимали участие. Прошедший год для ансамбля был непростой. Гастрольная деятельность практически прекратилась, за исключением нескольких концертов по Сахалину. Занятия воспитанников в основном проходили в дистанционном режиме. Это сложно, потому что все это записывать, отправлять, это надо настраиваться, как говорили уже. Очень долго. И в музыкалке все-таки по-другому. И на дистанционном обучении мы не можем как-то себя более корректно подправить. А вот уже с учителями они нас подправляют, нас обучают, чтобы правильнее было. А дистанционно все-таки хуже получается. И все-таки у ансамбля есть творческие планы. И они надеются, что в новом году они обязательно воплотятся. А трудности останутся позади. У нас очень большая проблема. У нас нет концертмейстера, то есть преподаватель, который аккомпанирует скрипачу на фортепиано. И мы уже мучаемся, это уже года три. Очень тяжело. Ездим в Хомск к пианисту, да, к преподавателю. Но это тяжело и накладно. И вот организовывать такой классический концерт тяжело, потому что невозможно. Тут каждый день не порепетируешь. Это только раз в неделю в воскресенье. Кстати, на следующий день ансамбль скрипачей со своей концертной программой выступил в городе Хомске и прошел под бурные овации зрителей. Виталий Войко, Неверские новости.